Столица моды Париж принимает Олимпиаду и она уже стала самой модной в истории с кутюрной неделей, стартовавшей накануне и посвященной спорту, главным партнером в лице конгломерата Луи Виттон Майот Хеннесси и, конечно, с формой олимпийцев, которую будут обсуждать и после Олимпиады. Начнем серию видео, посвященных олимпийским формам в Париже. И, как отмечают многие, Монголия уже выиграла золото о форме от местного бренда Мишель и Энда Мазонка восторженно написали самые авторитетные модные издания, в том числе журнал Vogue признал ее самой стильной. Монгольский модный бренд, основанный двумя сестрами Мишель и Амазонка, известен тем, что ее создательницы придают традиционной одежде современный оттенок. Этот подход использовался и при создании спортивной формы. Лейбл разрабатывал и производил олимпийскую форму Монголии для игр в Токио и Пекине. Та форма также была отмечена, но в гораздо меньших масштабах и только после того, как иностранная публика увидела ее на церемонии открытия. У формы в Париже существует четыре комплекта – два для мужчин и женщин-спортсменов и два для мужчин и женщин-знаменосцев. В основе формы удлиненный асимметричный кафтан Дели – элемент традиционного костюма, и жилет со стоячим воротником в оттенках монгольского флага и декорированный золотыми нитями. На жилетах вышиты национальные и олимпийские символы, мистический олень, сокол, лань, солнце, луна, а также олимпийский факел и эмблема. Еще создатели провели параллель с торжественным открытием национального фестиваля на Адам в Монголии, ознаменованным поднятием девяти белых знамен, как на Олимпиаде зажигают олимпийский огонь. Более того, сравнение спортсменов с альпинистами, поднимающимися на Аверест, служит острой метафорой, подчеркивающей непоколебимую приверженность, стойкость и неустанное стремление к совершенству, необходимые для достижения успеха в сфере спорта. Присутствие сокола на флаге грозной монгольской армии символизирует силу, ловкость и триумф в завоеваниях, написано на сайте бренда. Женские сумки, головные уборы, серьги, пояса – все продумано до мелочей, а фасоны и декоры вовсе напоминают антикварные лоты. Форма скорее похожа на расшитые вручную подиумные жакеты Диор или Шанель, нежели на спортивную экипировку, поэтому и сильно выделяется. Однако внутри страны бренд раскритиковали, не поверите, за отсутствие креативности и обвинили в копировании не у Диор, а у маньчжуров. Критика была настолько резкой, что одной из основательниц пришлось со слезами извиняться. Объяснение кроется в истории страны. Монголия на 200 лет попала под контроль Китая, возглавляемого маньчжурами. Во время длительного имперского правления эксплуатировались природные ресурсы страны, население пытались насильно ассимилировать и подавляли любые попытки вернуть независимость. Таким образом, элементы монгольской культуры, имеющие сходство с маньчжурской, до сих пор производят болезненное напоминание о трагическом периоде истории страны. Ситуация двойственная. Форма действительно очень красивая, делает огромный пиар стране, да и иностранцу не понять таких нюансов культурных различий. С другой стороны, желание народа вычеркнуть из истории элементы, напоминающие о травмирующем опыте, понять можно. Думаю, дизайнеры действительно не хотели копировать форму у маньчжуров, ну а монголам нужно учиться избавляться от травмирующего исторического наследия и насладиться, наконец, красотой костюмов, которые вызвали восхищение и интерес к их стране. Что думаете вы? Оставляйте свое мнение в комментариях и подписывайтесь на культурный канал.